Шри Чайтанья Чиритамрита. Мадхья Лила, глава 4. Преданное служение Шри Мадхавендры Пури. Краткое содержание главы. В Амрита правах Абхашьи Шрила Бхактивинода Дхакур приводит следующий пересказ 4 главы. Пройдя по дороге, ведущей через Чхатра Бхогу, именовав деревню Вритхаман Трешвара, Шри Чайтанья Махапрабу достиг границы Арисы. Господь наслаждался трансцендентным блаженством. Он пел святые имена и просил милостыню в разных деревнях. Так он дошел до знаменитой деревни Римуна, в которой стоит божество Гапинатхи. Там Чайтанья Махапрабу пересказал историю о Мадхавендре Пури, которую услышал от своего духовного учителя Ишвары Пури. История эта такова. Стих 1. Я в почтении склоняюсь перед Мадхавендрой Пури, ради которого Шри Гапинатха похитил горшок сладкого риса, после чего его стали звать Кшира Чорой. Покоренный любовью Мадхавендры Пури, Шри Гапала, божество с Гавардханы, явил себя взором обычных людей. Комментарий Шрилы Прабхупады. По словам Бхактивиноды Дхакура, божество Гапалы было первоначально установлено Ваджрой, правнуком Кришны. Впоследствии Мадхавендра Пури нашел Гапалу и установил его на вершине холма Гавардхана. Сейчас божество Гапалы находится в Надхадваре, где о нем заботятся потомки Вала Бхачарии. Поклонение божеству в храме очень пышное, и любой паломник за небольшую плату может приобрести много разного просада. Стих 2. Слава Господу Чайтании Махапрабу! Слава Нитьянанди Прабу! Слава Адвайте Прабу! Слава всем преданным Господу Чайтании! Придя в Джаганадхапури, Шри Чайтане Махапрабу посетил храм Господа Джаганадхи. Он также встретился с Сарвабаумой Батачарией. Все это Вриндаван Дастхакур очень подробно описал в своей книге Чайтания Бхагавата. Деяния Шри Чайтани Махапрабу сами по себе удивительны и исполнены сладости, а в изложении Вриндавана Дастхакура они стали подобны потоку нектара. Мне остается только смиренно признать, что поскольку Вриндаван Дастхакур уже замечательно описал эти события, то попытка рассказать о них снова была бы с моей стороны непростительным проявлением гордыни. Не мне состязаться с ним. Вот почему я лишь вкратце упомяну о тех событиях, которые Вриндаван Дастхакур во всех деталях воссоздал в своей Чайтания Мангале, ныне известной как Чайтания Бхагавата. Некоторые эпизоды он не стал описывать подробно, их-то я и постараюсь воспроизвести в своей книге. «Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Вриндавана Дастхакура в надежде, что описывая эти лилы, я не нанесу его стопам оскорбления». Шри Чайтания Махапрабу отправился в Джаганадхапури в сопровождении четырех своих преданных. По дороге он самозабвенно пел святое имя Господа, мантру Хари Кришна. Каждый день Шри Чайтания Махапрабу сам шел в ближайшую деревню просить милостыню и возвращался оттуда с огромным количеством риса и других продуктов для приготовления просада. Стих двенадцатый. По пути Чайтании Махапрабу и его спутникам приходилось много раз переправляться через реки. У каждой переправы стоял сборщик налогов. Впрочем, сборщики налогов не чинили Господу Чайтании препятствий, и Господь проливал на них свою милость. После многих дней пути он, наконец, достиг деревни Римуна». Комментарий Шрилы Прабхупады. Деревня Римуна расположена в восьми километрах к западу от железнодорожной станции Балешвара. В этой деревне и поныне стоит храм Кшира Чора Гапинадхи, во дворе которого находится гробница Расикананды Прабу, главного ученика Шьямананды Гасвами. Стих тринадцатый. Божество Гапинадхи в Римуне необычайно красиво. Господь Чайтания посетил этот храм и с великой преданностью поклонился божеству. Когда Шри Чайтания Махапрабу простерся у лотосных стоп Гапинадхи, корона из цветов, венчавшая голову божества, упала прямо на голову Чайтании Махапрабу. Получив корону божества, Шри Чайтания Махапрабу очень обрадовался и вместе с преданными стал петь и танцевать. Слуги божества были изумлены глубиной любви Шри Чайтании Махапрабу, его неземной красотой и духовными качествами. Они стали с любовью служить Шри Чайтании Махапрабу, и он решил переночевать в храме Гапинадхи. Господь остался там, потому что очень хотел отведать сладкого риса, который обычно предлагают божеству Гапинадхи. Такое желание возникло у Господа Чайтании после того, как он услышал от своего духовного учителя Ишварыпури о том, что некогда произошло в этом храме. Божество это известно повсюду как Кшира Чорагапинадха, и Чайтания Махапрабу рассказал своим преданным, как оно получило свое имя. Некогда божество украло для Мадхавендры Пури горшок сладкого риса. С тех пор оно прославилось как Господь, похитивший сладкий рис. Однажды странствия привели Шри Мадхавендру Пури во Вриндаван, к холму Гавардхана. От экстаза любви к Богу Мадхавендра Пури почти потерял рассудок и не замечал смены дня и ночи. Он то вставал на ноги, то падал на землю, не понимая, где находится. Обойдя вокруг храма, Мадхавендра Пури отправился к Гавинда-кунде и омылся в ней. Когда наступил вечер, он сел отдохнуть под деревом. К сидящему под деревом Мадхавендре Пури подошел незнакомый пастушок с кувшином молока. Он поставил кувшин перед Мадхавендрой Пури и с улыбкой обратился к нему. «Мадхавендра Пури, пожалуйста, выпей молоко, которое я тебе принес. Почему ты не просишь, чтобы люди накормили тебя? И что за медитацией ты занимаешься?» Увидев, как красив этот мальчик, Мадхавендра Пури почувствовал глубокое удовлетворение. А услышав его ласкающие слух слова, он позабыл о голоде и жажде. Мадхавендра Пури спросил, «Кто ты? Где ты живешь? И откуда ты знаешь, что я пащусь?» Мальчик ответил, «Господин мой, я пастушок и живу в этой деревне. В моей деревне никто не пастится. В этой деревне любой может утолить голод, собрав милостыню. Некоторые пьют одно молоко. Но если человек ни у кого ничего не просит, то я сам приношу ему необходимую пищу. Тебя заметили женщины, приходившие сюда за водой. Они дали мне молоко и отправили к тебе». Мальчик продолжал, «Мне уже пора возвращаться, чтобы доить коров, но я вернусь к тебе за кувшином». С этими словами мальчик, к огромному удивлению Мадхавендра Пури, бесследно исчез. Выпив молоко, Мадхавендра Пури помыл кувшин и, отставив его, стал смотреть на дорогу, но мальчик так и не вернулся. Мадхавендра Пури не спалось. Он сел и стал повторять Махамантру Харе Кришна, а на исходе ночи задремал, перестав что-либо делать. Во сне Мадхавендра Пури увидел того же мальчика. Мальчик подошел к нему и, взяв за руку, отвел к зарослям кустарника. Мальчик показал Мадхавендре Пури на кустарник и сказал, «Я живу в этих зарослях и очень страдаю от лютого холода, проливных дождей, неистового ветра и палящего зноя. Пожалуйста, приведи из деревни людей, чтобы они забрали меня отсюда, а затем поместили меня на вершине холма». «На вершине холма возведи храм», — продолжал мальчик, — «и установи меня в нем. Затем омой меня большим количеством прохладной воды». «Много дней я наблюдал за тобой и думал, когда же Мадхавендра Пури придет сюда служить мне?» «Я принимаю от тебя служение, покоренной твоей экстатической любовью ко мне. Теперь я решил открыться взору всех падших душ, чтобы, увидев меня, они могли обрести освобождение. Меня зовут Гапала. Я поднял холм Гавардхана. Меня установил Ваджра, и я — владыка этих мест. Когда напали мусульмане, служитель спрятал меня в зарослях кустарника, а сам в страхе перед захватчиками бежал. «С тех пор я и нахожусь в этих зарослях. Поэтому очень хорошо, что ты пришел сюда. Теперь, прошу тебя, позаботься обо мне и достань меня отсюда». Сказав это, мальчик исчез. Тут Мадхавендра Пури проснулся и стал размышлять о своем сне. Мадхавендра Пури начал корить себя. «Я видел самого Господа Кришну, но не узнал его. Охваченный экстатической любовью, он упал на землю». Мадхавендра Пури дал было волю слезам, но потом собрал всю свою волю и сосредоточился на выполнении приказа Гапалы. Так к нему вернулось спокойствие. Завершив утреннее омовение, Мадхавендра Пури пошел в деревню. Собрав всех жителей, он обратился к ним. «Хозяин этой деревни, Гавардхана Дхари, находится в зарослях кустарника. Давайте же пойдем и вызволим его оттуда. Поэтому возьмите топоры и заступы, чтобы расчищать путь». Услышав это, все с радостью пошли за Мадхавендрой Пури. По его указанию, они прорубили в кустарнике проход и оказались в самой чаще. Когда же они увидели божество, покрытое землей и травой, то пришли в изумление и ощутили небывалое блаженство. Тело божества очистили от грязи, и тогда кто-то сказал «Гапала очень тяжелый, его не сдвинуть с места в одиночку». Божество было настолько тяжелым, что потребовалось несколько очень сильных мужчин, чтобы поднять его на вершину холма. Процессию возглавлял Мадхавендра Пури. Большой камень превратили в трон и водрузили на него божество. За ним для опоры поставили еще один камень. Пришли деревенские брахманы с девятью кувшинами. В них они принялись носить воду из говин до кунды и процеживать ее. Всего для установления божества принесли девятьсот кувшинов воды. Повсюду слышались звуки рожков и барабанов, и раздавалось женское пение. На празднике в честь установления божества люди пели и танцевали. Они принесли столько молока, йогурта и топленого масла, сколько можно было найти в деревне. Еще они взяли с собой разные другие продукты, сладости и множество иных даров, перечислить которые невозможно. Стих 59. Деревенские жители также принесли много листьев туласи, цветов и дорогих тканей. Затем Шримадхавендра Пури сам начал Абхишеку, церемонию омовения божества. Комментарий Шрилы Прабхупады В Харибхакти Виласе 6.30 сказано, что божество следует омывать водой, смешанной с йогуртом и молоком, под звуки раковин, колокольчиков и музыкальных инструментов. При этом необходимо повторять мантру «Ом Бхагаватева Судывая Намага» и стихи из Брахма Самхиты, начиная с «Чинтамани Пракара Садмасу Калпа Врикша Лакша Вритэшу Сурабхир Абхипалаянтам». Брахма Самхита 5.29. Стих шестидесятый Когда были прочтены мантры, устраняющие все препятствия, началась церемония омовения божества. Прежде всего, божество обильно умастили ароматическим маслом так, что оно заблестело. Стих шестьдесят первый После первого омовения божество омыли Панчагавией и Панчамритой. Затем совершили Махаснану – омовение топленым маслом и водой из ста кувшинов. Комментарий Шрилы Прабхупады Панчагавия состоит из молока, йогурта, топленого масла, коровьей мочи и коровьего навоза. Все это дает корова. Если даже коровья моча и навоз необходимы для омовения божества, можно представить себе, как важна сама корова. В Панчамриту входят пять разновидностей нектара – йогурт, молоко, топленое масло, мед и сахар. Большую часть этих продуктов также получают от коровы, а мед и сахар к ним добавляют для вкуса. Стих шестьдесят второй После Махаснаны божество снова умастили ароматическим маслом, и оно опять заблестело. Потом провели заключительную церемонию омовения, во время которой божество полили душистой водой из раковины. Комментарий Шрилы Прабхупады В своем комментарии к этой истории Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Дхакур приводит следующую информацию из Хари Бхакти Виласы. Кисточкой, сделанной из коровьего хвоста, божество припудривают ячменной и пшеничной мукой, киноварью, мукой из уродала и порошком, называющимся авата, который представляет собой смесь банановой и рисовой муки. Это очень хороший завершающий этап церемонии. Масло, которым натирают божество, должно быть ароматизированным. Для Маха Абхишеки, заключительного омовения божества, требуется не менее двух с половиной ман, ста десяти литров воды. Стих шестьдесят третий. Затем воду для полоскания рта и, наконец, листья бетели со специями. После этого заключительного подношения провели Бхога Аратрику. Потом все вознесли божеству молитвы и простерлись перед ним, полностью отдав себя на его волю. Узнав о предстоящей церемонии установления божества, крестьяне принесли все свои запасы риса, дала и пшеничной муки. Продуктов оказалось столько, что вся вершина холма была полностью заставлена. Вслед за крестьянами, принесшими рис, дал и муку, гончары принесли множество разных горшков. На следующее утро люди начали готовить. Десять брахманов варили рис, а пять – тушеные овощи и супы. Из шпината, кореньев и плодов, собранных в лесу, брахманы готовили овощные блюда, а кто-то делал из дала бады и бади. Так брахманы готовили различные кушания. Пять или семь человек в огромных количествах пекли чапати, обильно смазывая их топленым маслом. В овощных блюдах, рисе и далее было достаточно топленого масла. Весь сваренный рис высыпали на листья палаши, лежавшие поверх расстеленной на земле новой ткани. Вокруг горы отварного риса возвышались стопки чапати. Рядом в горшках были расставлены тушеные овощи и супы. Стих семьдесят четвертый. Овощные блюда окружали горшки с йогуртом, молоком и пахтой, шикхарини, сладким рисом, сливками и сметаной. Комментарий Шрилы Прабхупады. Во время этой церемонии, которая называется Анакута, отварной рис насыпают горой и предлагают божеству. Затем просад раздают всем присутствующим. Стих семьдесят пятый. Так проходила церемония Анакута. Мадхавендра Пури Гасвами сам предложил все гопале. Множество кувшинов наполнили ароматизированной питьевой водой, и господь Шри Гопала, который долгое время голодал, выпил и съел все, что ему предложили. Стих семьдесят седьмой. Хотя Шри Гопала съел все подношения, от прикосновения его трансцендентных рук все осталось как будто нетронутым. Комментарий Шрилы Прабхупады. Атеисты не способны понять, как Верховный Господь в образе Божества может съесть все подношения своих преданных. В Бхагавадгите 9.26 Кришна говорит «И если человек с любовью и преданностью поднесет мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение». Господа называют «пурна», что означает «совершенный», «самодостаточный». Поэтому он ест все, что предлагают ему преданные. Однако, благодаря прикосновению его трансцендентных рук, вся пища остается как будто нетронутой, хотя ее природа полностью меняется. До предложения пища была материальной, но после предложения она становится духовной. Поскольку Господь пурна, съев подношение, он не претерпевает никаких изменений. Пурнасья пурнам адая пурнам эвавашишяте. Пища, предложенная Кришне, имеет такую же природу, как и он сам. Кришна неистащим, а в яйя. Аналогичным образом, пища, отведанная Кришной, тождественна ему и выглядит нетронутой. Кроме того, Кришна может принимать подношение любым из своих духовных органов чувств. Он способен отведать любое блюдо одним своим взглядом или прикосновением. Вместе с тем, было бы ошибкой считать, будто Кришна нуждается в пище. В отличие от обычного человека, он не испытывает голода, но при этом Кришна делает вид, что голоден и потому готов съесть сколько угодно. Осознать философский смысл того, как ест Кришна, можно только одухотворенными чувствами. Когда благодаря постоянному преданному служению Господу наши чувства очистятся, мы сможем постичь деяния Кришны, его имя, образ, качество, игры и окружение. Кришну нельзя постичь грубыми материальными чувствами. Он сам открывает себя преданным, удовлетворившим его своим трансцендентным любовным служением. Бхактира Самрита Синдху 1, 2, 234 Преданный познает Кришну через откровение. Однако мирским ученым, исследования которых преследуют материальные цели, это недоступно. Стих 78 Духовным зрением Мадхавендра Пурига Свами видел, как Гопала все съел, хотя пища оставалась как будто нетронутой. Для преданных Господа не существует тайн. Стих 79 Удивительный праздник и церемония установления Шри Гопаладжи были организованы всего за один день. Несомненно, это удалось только благодаря могуществу Гопалы. Однако, лишь преданные способны понять это. Комментарий Шрилы Прабхупады Движение сознания Кришны распространилось на весь мир за очень короткий срок, пять лет, к большому удивлению обывателей. Однако, благодаря Господу Чейтане Махапрабу, мы знаем, что по милости Кришны все возможно. Зачем Кришне ждать пять лет? Если он захочет, его имя и слава могут распространиться по всему свету, как лесной пожар, всего за пять дней. Те, у кого есть вера в Кришну и преданность ему, понимают, что подобные чудеса происходят по благословению Шри Чейтане Махапрабу. Мы же просто орудия в его руках. Арджуна выиграл ожесточенную битву на Курукшетре всего за восемнадцать дней, просто потому, что Кришна был на его стороне. Где бы ни находился Кришна, покровитель всех йогов и мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Бхагавад-гита, 18-78. Если проповедники нашего движения сознания Кришны станут искренними преданными Кришны, то он всегда будет с ними, ибо он очень добр ко всем своим преданным. Подобно тому, как Арджуна и Кришна одержали победу в битве на Курукшетре, движение сознания Кришны непременно восторжествует. «И если мы останемся искренними преданными Господа и будем служить Ему в соответствии с наставлениями наших предшественников, шестерых Госвами и других преданных Господа». В одной из песен Наратамы Дасадхакура есть такие слова «Тандера-Чарана-Севи-Бхакта-Саны-Васа-Джанами-Джанами-Хаи-Эй Абхилаша». Участники движения сознания Кришны должны стремиться всегда находиться в обществе преданных. «Бхакта-Саны-Васа» Им не следует покидать общество или движение сознания Кришны. Оставаясь участниками этого движения, мы должны пытаться служить очарьям прошлого, проповедуя учения Чайтани Махапрабу и распространяя его имя и славу по всему миру. «Если мы, действуя сообща, будем прилагать для этого серьезные усилия, то обязательно достигнем успеха. Материальным умом нельзя постичь, как это произойдет, но, по милости Кришны, все непременно случится». Стих 80. «Предложив Гапале воду для полоскания рта, Мадхавендра Пури поднес ему орехи бетеля. Потом началось арати, и все присутствующие стали скандировать «Джая! Джая! Слава! Слава Гапале!» Чтобы Господь мог отдохнуть, Шри Мадхавендра Пури принес новое ложе и постелил свежую простыню. Затем для Гапалы соорудили временный храм, загородив ложе со всех сторон соломенными циновками. Еще одну циновку натянули сверху. После того, как Господа уложили в постель, Мадхавендра Пури созвал всех брахманов, готовивших просад, и сказал «Теперь досыд накормите всех от мала до велика». Стих 84. «Собравшиеся расселись и всех по очереди накормили, начиная с брахманов и их жен». Комментарий Шрилы Прабхупады. В обществе Варнашрамы брахманам оказывают особое почтение. Поэтому на всех праздниках остатки трапезы Господа сначала дают брахманам и их женам, а затем остальным – кшатриям, ваишьям и шудрам. Этот обычай существует с незапамятных времен, и в Индии ему следует и поныне, хотя нынешние кастовые брахманы и недостойны такой чести. «Данный обычай сохранился благодаря соблюдению принципов и законов системы Варнашрамы». Стих 85. «Просад достался не только жителям деревни Гавардхана, но и гостям из других деревень. Они тоже увидели божество Гапалы и отведали остатки его трапезы». Стих 86. «Все присутствующие были поражены духовной силой Мадхавендры Пури. Они увидели, как благодаря ему возродилась церемония Анакута, проводившаяся во времена Кришны». Комментарий Шрилы Прабхупады. Однажды в конце два параюги вриндаванские пастухи собрались было поклоняться царю небес Индре, но потом по совету Кришны отказались от своего намерения. Вместо этого они провели церемонию поклонения коровам, брахманам и холму Гавардхана. Приняв гигантские размеры, Кришна тогда провозгласил «Я — холм Гавардхана». Так он принял все поднесенные холму дары и яства. В Шримад Бхагаватам 10.24.26.31.33 говорится Пачянтам вивидхах паках, супантах паясадаях, самява пупашак шульях, сарвадахашча грихьятам. Калатмана Бхагавата, шакрадарпам джигхамсата, проктамнишам ядандаях, садхвагрихнанта тадвачах. Тадхачав ядадхух сарвам, ядхахам адхусуданах, Вачаитва свастьяянам, тадравьена гиридвиджан, Упахрития балин сарван, адритая васангаван, Годгананипура скрития, гирим чакрух продакшинам. Из предназначенных для яги злаков и топленого масла сделайте много изысканных яств. Приготовьте рис, дал, халаву, покоры, пури и разнообразные молочные блюда. Такие как сладкий рис, сладкие шарики, Сандэш, Арасагулы и Ладду. Желая проучить Индру, возомнившего себя единовластным правителем райских планет, Верховный Господь Кришна посоветовал пастухам прекратить Индра-ягию и начать Гвардхана-пуджу. Бесхитростные пастухи во главе с Махараджей Нандой согласились с предложением Кришны и сделали все, что он сказал. Они провели церемонию поклонения Гвардхане и обошли вокруг холма. Следуя указанию Кришны, Махараджа Нанда и остальные пастухи пригласили ученых-брахманов, которые стали поклоняться холму Гвардхана, предлагая ему просад и декламируя ведические гимны. Все жители Вриндавана собрались вместе, украсили своих коров и накормили их травой. Гоня коров перед собой, они стали обходить холм Гвардхана. Стих 87 Всех брахманов, которые присутствовали на церемонии, Мадхавендра Пури посвятил вайшнавскую традицию и занял разнообразным служением. Комментарий Шрилы Прабхупады В священных писаниях сказано Идеальный брахман должен в совершенстве выполнять шесть обязанностей. Эти обязанности представляют собой шесть видов деятельности, которыми обычно занимаются брахманы. Патхана означает, что от брахмана требуется хорошо знать веды. Он также должен быть способен объяснить ведические писания другим. Это называется патхана. Кроме того, брахман должен быть искусен в поклонении разным божествам и проведении ведических обрядов – яджна. Поскольку брахманы владеют этим искусством, они, как глава общества, проводят все необходимые ведические обряды для кшатриев, вайшев и шудр. Это называется яджна – помощь другим в проведении ритуалов. Последние две обязанности – дана и пратиграха. Брахман получает от своих последователей – кшатриев, вайшев и шудр – разные дары. Это называется пратиграха. Однако он не берет все себе. Брахман оставляет себе лишь необходимое, а остальное жертвует нуждающимся – дана. Но чтобы поклоняться божеству Господа, такой идеальный брахман должен быть вайшнавом. Таким образом, положение вайшнава выше, чем положение брахмана. Как явствует из данного стиха, даже достойный брахман не может стать жрецом или служителем вишну-мурти, не получив посвящение в вайшнава-мантру. Установив божество Гапалы, Мадхавен Драпури прежде всего посвятил всех местных брахманов в вайшнавизм и лишь затем распределил между ними обязанности в служении божеству. Чтобы поддерживать поклонение божеству с 4 утра до 10 вечера, от Мангала-Аратрики до Шаяна-Аратрики необходимо 5 или 6 брахманов. В течение дня в храме проводится 6 Аратрик. Кроме того, божеству несколько раз в день подносят пищу и потом раздают просад. В этом заключается поклонение божеству в соответствии с правилами и предписаниями, установленными очарьями прошлого. Наша ученическая преемственность восходит к Мадхавен Драпури, принадлежавшему к Мадхава Сампродая. Мы – последователи Шричей Тани Махапрабу, который получил посвящение у Шри Ишвары Пури, ученика Мадхавен Драпури. Вот почему наша Сампродая называется Мадхва Гаудея Сампродая. Таким образом, мы должны неукоснительно следовать примеру Шри Мадхавен Драпури. Для этого нужно хорошо знать историю о том, как он установил на вершине холма Гавардхана божество Гопалы, за один день организовал и провел церемонию Анакута и так далее. В Америке и богатых странах Европы нам следует устанавливать божества в точности так, как это делал Шри Мадхавен Драпури. Все служители божеств непременно должны быть брахманами, строго соблюдающими все принципы. И главное, мы должны следовать вайшнавскому обычаю, готовить как можно больше просада и угощать им преданных, которые приходят в храм увидеть Господа. Во второй половине дня, после того, как божество отдохнуло, его нужно разбудить и сразу предложить ему чем-нибудь подкрепиться и испить воды. Это подношение называется Вайкалибхога или вечернее подношение. Когда по округе разнеслась весть о том, что на вершине холма Гавардхана появился Господь Гопала, жители со всех окрестных деревень собрались, чтобы посмотреть на божество. Жители каждой деревни просили Мадхавен Драпури назначить им день, когда они тоже смогут провести церемонию Анакута. Таким образом, в течение некоторого времени эта церемония проходила ежедневно. Днем Шримадхавен Драпури ничего не ел, а вечером, уложив божество спать, съел какое-то молочное блюдо. На утро поклонение божеству продолжалось. Приходили жители одной из деревень и приносили разные виды крупы. Местные жители принесли божеству Гопалы столько зерна, топленого масла, йогурта и молока, сколько было в деревне. Комментарии Шрилы Прабхупады Анна, Гхрита, Дадхи и Дуктха означают зерно, топленое масло, йогурт и молоко. На самом деле это основные продукты питания. Овощи и фрукты играют вспомогательную роль. Из зерна, овощей, топленого масла, молока и йогурта можно приготовить сотни и тысячи блюд. Вся пища, которая предлагалась Гопале на церемонии Анна Кута, была приготовлена из этих пяти видов продуктов. Только демоничных людей привлекает другая пища, о которой мы не станем даже упоминать. Необходимо уяснить, что для полноценного питания достаточно зерна, топленого масла, йогурта и молока. Ничего другого предлагать божеству нельзя. Вайшнав, или совершенный человек, не ест ничего, что не было предложено божеству. Люди часто бывают недовольно продовольственной политикой своей страны. Однако из ведических писаний известно, что все проблемы с продовольствием решатся сами собой, если в стране будет достаточно коров и зерна. Вот почему Бхагавадгита предписывает вайшьям, тем, кто занимается сельским хозяйством и торговлей, выращивать зерно и защищать коров. Коровы являются важнейшим животным, потому что дает чудотворный продукт – молоко, из которого можно делать топленое масло и йогурт. Совершенство человеческой цивилизации заключается в развитии сознания Кришны, одним из элементов которого является поклонение божеству. Божеству подносят блюда из овощей, зерна, молока, топленого масла и йогурта, а потом раздают их всем желающим. В этом заключается разница между востоком и западом. Люди, приходившие увидеть божеству Гапалы, приносили разные продукты, чтобы предложить их божеству. Они пришли к божеству и принесли все свои запасы, чтобы не только самим поесть просада, но и накормить других. Движение сознания Кришны активно продолжает этот обычай – готовить разные блюда, предлагать их божеству и раздавать людям. Это необходимо делать по всему миру, чтобы положить конец демоническому образу жизни людей, в частности, привычки есть греховную пищу. Демоническая цивилизация никогда не сможет установить мир во всем мире. Поскольку потребность в пище составляет главную потребность человеческого общества, лица, ответственные за приготовление и распространение продуктов питания, должны брать пример с Матхавендры Пури и проводить церемонию Анакута. Если каждый будет питаться только предложенным божеству просадом, все демоны станут вайшнавами. Когда все люди обретут сознание Кришны, то же самое естественным образом произойдет и с правительством. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, лишен предрассудков и ко всем относится доброжелательно. И если такие люди возглавят правительство страны, ее граждане непременно перестанут грешить. Они перестанут быть демонами, доставляющими беспокойство окружающим. Только тогда повсюду воцарится мир и согласие. Стих 94. На следующий день прошла почти такая же церемония Анакута, как и в предыдущей. Брахманы снова приготовили разные блюда, и Гапала принял их. Стих 95. Враджабхуми или Вриндаван идеальное место для практики сознания Кришны, ибо все жители Вриндавана с рождения любят Кришну, а Кришна точно так же любит их. Комментарий Шарилы Прабхупады В Бхагавадгите 4.11 говорится Верховный Господь Кришна и его преданные неотделимы друг от друга и всегда отвечают друг другу взаимностью. Чем сильнее и искренней любовь преданного к Кришне, тем большей взаимностью Кришна отвечает преданному. Поэтому преданный, достигший духовных высот, может свободно разговаривать с Кришной. Кришна подтверждает это в Бхагавадгите 10.10. Тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я наделяю разумом, который помогает им прийти ко мне. Истинная цель человеческой жизни — познать Кришну и вернуться домой, к Богу. Поэтому тот, кто искренне служит Господу с любовью и верой, может разговаривать с Кришной и получать от Него наставления, которые помогают быстро достичь упомянутой цели. Сейчас многие ученые встают на защиту религии и признают существование Верховной Личности Бога. Однако религия без практического опыта общения с Верховной Личностью Бога никакая не религия. Шримад Бхагаватам называет такую религию разновидностью обмана. Религия подразумевает исполнение воли Кришны, Верховной Личности Бога. И если человек не способен общаться с Кришной и получать от Него наставления, так как он может понять суть религиозных заповедей? Поэтому любые разговоры о религии и религиозном опыте без сознания Кришны — напрасная трата времени. Стих девяносто шестой. Толпы людей приходили посмотреть на божество Гопалы и вдоволь поесть Маха Прасада. Созерцая непревзойденный образ Господа Гопалы, они забывали обо всех своих скорбях и страданиях. Скоро об установлении божества Гопалы стало известно во всех деревнях в окрестностях в Раджа-Пхуми, в Риндавана, и жители этих деревень отправлялись увидеть его. Так церемония Анакута продолжалась день за днем. Весть о пришествии Господа Гопалы достигла не только соседских деревень, но и других провинций, поэтому люди стекались отовсюду, принося с собой всевозможные подношения. Жители Матхуры, известные своими богатствами, тоже принесли разные дары и с преданностью предложили их божеству. Так к Гопалу тек нескончаемый поток золота, серебра, тканей, продуктов и благовоний. Богатство его росло день от дня. Один богатый кшатрий возвел для Гопалы храм. Кто-то изготовил кухонную утварь, а кто-то огородил храм каменной стеной. Стих 102. Каждая семья Вавраджа-Пхуми пожертвовала Гопале по одной корове. Так он стал обладателем тысяч коров. Комментарии Шрилы Прабхупады. В этих стихах описывается, как следует устанавливать божество, строить храм и приумножать его богатство. Каждый должен стремиться внести свой вклад в строительство храма для божества и жертвовать продукты для раздачи просада. Преданные должны проповедовать учения бхакти и вовлекать людей в практическое служение божеству. Богатых людей также можно приглашать принять в этом участие. Таким образом, все разовьют в себе склонность к духовной деятельности, и тогда общество в целом примет сознание Кришны. Потребность в чувственных наслаждениях естественным образом уменьшится, а сами чувства очистятся настолько, что их можно будет задействовать в преданном служении Господу. Служение Господу постепенно очищает чувства. Использование очищенных чувств в служении Господу Хришикеше называется бхакти. С пробуждением дремлющей склонности к бхакти, человек может постичь верховную личность, Бога, таким, как он есть. Этот метод позволяет человеку развить в себе сознание Кришны. Благодаря ему, жизнь людей может стать совершенной во всех отношениях. Стих 103. В конце концов, из Бенгалии пришли два странника Брахмана. Мадхавендрапури, проникшись к ним симпатией, сделал все возможное, чтобы они остались во Вриндаване. Стих 104. Позже Мадхавендрапури дал им посвящение и поручил служить Господу каждый день. Служение это не прерывалось и поклонение Божеству к великой радости Мадхавендрапури стало очень пышным. Комментарии Шрилы Прабхупады Шесть рогасвами и их последователи основали много храмов, в частности храм Гавинды, Гапинадхи, Маданамахана, Радхидамадары, Шьямасундары, Радхараманы и Гакулананды. Проводить Севапуджу, поклонение Божествам, в этих храмах Госвами поручали своим ученикам. Эти ученики не были родственниками первых Госвами. Все Госвами к тому времени отреклись от мира, а Джива Госвами был Брахмачаре всю свою жизнь. Сейчас Севаиты носят титул Госвами только потому, что служат в храме. Те Севаиты, которые унаследовали право поклоняться Божествам, впоследствии стали считать себя владельцами храмов. Некоторые даже продают имущество божеств, так будто оно принадлежит им. На самом деле, все эти храмы не являются собственностью Севаитов. Стих 105. Так поклонение Божеству в храме продолжалось два года. Затем однажды Мадхавендри Пури приснился сон. Стих 106. Во сне Гопала сказал Мадхавендри Пури, «Жар у меня так и не прошел. Пожалуйста, принеси сандалового дерева, что растет в провинции Малая, приготовь из него охлаждающую пасту и умасти меня этой пастой». Комментарий Шрилы Прабхупады. Божество Гопалы провело под землей в чаще леса много лет. И хотя его установили в храме и омыли водой из тысяч кувшинов, ему все равно было очень жарко. Вот почему Гопала попросил Мадхавендру Пури принести сандалового дерева из провинции Малая. Малайский сандал славится повсюду. Малая расположена на склонах западных Гхатов, а гору Нилагири иногда называют Малайской горой. Слово «Малаяджа» означает сандал, выросший в провинции Малая. Иногда Малайей также называют современную Малайзию. Раньше в этой стране тоже выращивали сандаловые деревья, но потом люди решили, что им выгоднее выращивать каучуковые деревья. Хотя раньше в Малайзии была распространена ведическая культура, теперь все ее обитатели мусульмане. Сейчас в Малайзии, на Яве и в Индонезии ведическая культура пришла в упадок. Стих 107. Сандаловое дерево нужно принести из Джаганатхапури. Никто, кроме тебя, сделать это не сможет, поэтому отправляйся туда немедленно. Увидев этот сон, Мадхавендра Пури Гасвами возликовал, охваченный экстазом любви к Богу. Исполняя волю Господа, он отправился на восток, в Бенгалию. Перед уходом Мадхавендра Пури позаботился о том, чтобы поклонение божеству не прекращалось и распределил между служителями обязанности. Затем, исполняя повеление Гапалы, он пошел в Бенгалию. Когда Мадхавендра Пури пришел в деревню Адвайты Ачарьи в Шантипуре, тот, видя его экстатическую любовь к Богу, очень обрадовался. Стих 111. Адвайта Ачарья попросил у Мадхавендры Пури посвящение. Мадхавендра Пури дал ему посвящение и отправился на юг Индии. Комментарии Шрилы Прабхупады Шрила Бхактисидганта Сарасвати Дхакур отмечает в этой связи, что Мадхавендра Пури, у которого получил посвящение Адвайта Ачарья, был саньяси и принадлежал к Мадхва Сампродая. Шри Чайтане Махапрабу утверждал, Любой, кто знает науку о Кришне, будь то Брахман Саньяси или Шудра, может стать гуру. Чайтане Чаритамрита Мадхья Лила 8.128. Поступок Шримадхавендры Пури подтверждает правильность этих слов. Согласно правилам Панчаратры, давать посвящение может только Брахман-домохозяин. Всем остальным делать это запрещается. Когда человек получил посвящение, предполагается, что он стал Брахманом. Но не получив посвящение у истинного Брахмана, стать Брахманом невозможно. Иначе говоря, только Брахман может возвысить другого до уровня Брахмана. Брахман-грехастха, соблюдающий законы Варнашрамадхармы, приобретает все необходимое для поклонения Господу на средства, заработанные честным трудом. В действительности, люди просят посвящение у таких Брахманов-грехастх, чтобы достичь высокого положения в обществе Варнашрамы или чтобы избавиться от материальных желаний. Поэтому духовный учитель в грехастха-ашраме должен быть строгим вайшнавом. Духовный учитель Саньяси практически не имеет возможности заниматься арчиной, то есть поклоняться божествам. Но даже если человек принимает духовного учителя из числа Саньяси, которые уже превзошли этот уровень, поклонение божествам не остается без внимания. Чтобы утвердить этот принцип в обществе, Шри Чейтани Махапрабо произнес стих «Киба-випра, киба-аньяси». Из него явствует, что Господь сознавал несовершенство системы общественного устройства, в которой только Брахман-грехастха может выполнять обязанности духовного учителя. По словам Шри Чейтани Махапрабо, неважно, кто духовный учитель – грехастха, семьянин, саньяси или даже шудра. Главное, чтобы он знал суть шастер и понимал положение Верховной Личности Бога. Только такой человек может стать духовным учителем. По сути, дикша – это посвящение ученика в трансцендентное знание, позволяющее избавиться от всей материальной скверны. Стих 212. По дороге на юг Мадхавендра Пури посетил Римуну, где стоит храм Гапинатхи. Красота этого божества повергла его в изумление. Перед алтарем Гапинатхи Мадхавендра Пури принялся петь и танцевать. Затем он сел и начал расспрашивать брахмана-служителя, какие блюда они предлагают божеству. Видя, как пышно поклоняются божеству, Мадхавендра Пури заключил, что ему подносят лишь самые изысканные яства. Мадхавендра Пури думал так. «Надо узнать у служителя, какие блюда предлагают Гапинатхи. Тогда у себя на кухне мы сможем готовить такие же блюда для Шри Гапалы». Когда Мадхавендра Пури задал брахману этот вопрос, тот подробно рассказал, что за кушанье готовят для Гапинатхи. Служитель брахман сказал, «Вечером божеству предлагают сладкий рис в двенадцати глиняных горшочках. Поскольку сладкий рис этот вкусом подобен нектару, амрите, его называют амрита кели. Этот сладкий рис знаменит на весь мир как Гапинатхакшира. Нигде на земле его больше не готовят». Пока Мадхавендра Пури беседовал с брахманом-служителем, сладкий рис принесли и поставили перед божеством. Когда Мадхавендра Пури узнал об этом, ему в голову пришла такая мысль. «Если служитель, не дожидаясь моей просьбы, угостит меня сладким рисом, я попробую его, а потом стану готовить точно такой же для моего господа, Гапалы». Как только у Мадхавендры Пури возникло желание отведать сладкого риса, ему стало очень стыдно. И он сразу же сосредоточил свои мысли на Господе Вишну. Пока Мадхавендра Пури размышлял о Господе Вишну, подношение сладкого риса закончилось, и началась церемония Арати. Дождавшись конца Арати, Мадхавендра Пури поклонился божеству и вышел из храма, не сказав никому ни слова. Мадхавендра Пури Стих 123 «Мадхавендра Пури никогда не просил подаяния. Он был свободен от привязанностей и безразличен ко всему материальному. Если кто-то угощал его, не дожидаясь, пока он попросит, он ел. Если нет, то просто постился». Комментарий Шарилы Прабхупады «Это ступень Парамахамсы, высшая ступень Саньясы. Саньяси может просить себе пропитание, ходя от двери к двери. Однако Парамахамса, давший обед Аячитавритти или Аджагаравритти, никогда не просит милостыни. Он ест, только если кто-то сам покормит его. Аячитавритти подразумевает отказ от сбора подаяния, тогда как Аджагаравритти означает образ жизни питона, огромной змеи, которая не прилагает усилий, чтобы поймать добычу, а просто ждет, пока добыча сама попадет к ней в пасть. Другими словами, Парамахамса полностью посвящает себя служению Господу, не беспокоясь даже о еде и сне. О шестерых госвами сказано «Нидрахара вихаракади виджитау». Парамахамса полностью победил в себе желание спать, есть и удовлетворять чувства. Он всегда кроток и смирен, ведет жизнь странствующего монаха и служит Господу денно и ночно. На этой ступени находился Мадхавендра Пури. Стих 124-й Такой Парамахамса, как Мадхавендра Пури, служащий Господу с любовью, всегда удовлетворен. Материальный голод и жажда не властны над ним. Когда Мадхавендре Пури захотелось отведать немного сладкого риса, он счел это желание греховным, поскольку в тот момент божество еще не завершило трапезу. Комментарии Шрилы Прабхупады Когда пищу несут из кухни на алтарь для подношения божеству, ее рекомендуется накрыть, чтобы на нее не смотрели. Те, кто не привык вести себя в соответствии с высокими принципами преданного служения, могут захотеть попробовать эту пищу, и это будет оскорблением божества. Вот почему такую пищу никто не должен видеть. Однако перед божеством ее следует открыть. Видя, как перед божеством открывают сладкий рис, Мадхавендра Пури пожелал попробовать его, чтобы потом готовить такой же сладкий рис для своего гопалы. Однако Мадхавендра Пури был настолько строг к себе, что счел это желание греховным и вышел из храма, никому не сказав ни слова. Поэтому Парамахамсу называют Виджито Шадгуна, одолевшим шесть врагов Каму, Кротху, Лобху, Моху, Мацарию и Кшутха Тришну. Вожделение, гнев, жадность, иллюзию, зависть и голод с жаждой. Из храма Мадхавендра Пури отправился на базарную площадь, которая уже опустела. Сев там, он начал повторять святое имя. Тем временем служитель в храме уложил божество спать. Комментарий Шривы Прабхупады Мадхавендра Пури мог вполне обходиться без пищи и сна, но при этом проявлял такой интерес к повторению святого имени, что его можно было принять не за Парамахамсу, а за начинающего трансценденталиста. Из этого следует, что даже на ступени Парамахамсы нельзя пренебрегать повторением святого имени. Харидаст Хакур и Всегасвами читали на четках определенное количество кругов. Таким образом, чтение святого имени на четках очень важно для всех, даже Парамахамс. Делать это можно везде, как в храме, так и вне храма. Мадхавендра Пури повторял святое имя даже на пустой базарной площади. Как говорит Шриневаса Ачария в своих молитвах к Госвами «Нама гана натипхих». Преданный Парамахамса всегда поглощен повторением святого имени и любовным служением Господу. Повторение святого имени Господа неотлично от служения ему самому. Как сказано в Шримуад Бхагаватам 7.5.23 существует девять форм преданного служения. Слушать рассказы о Господе Шраванам, прославлять Его Киртанам, пометовать о Нем Вишнох Смаранам, служить Ему Падасеванам, поклоняться Божествам Арчинам, возносить молитвы Ванданам, выполнять указания Господа Дасьям, служить Господу как Его Друг Сакхием и полностью пожертвовать собой ради Него Атма Неведанам. Хотя на первый взгляд эти методы как будто отличны друг от друга, с абсолютной точки зрения они тождественны. Например, слушание рассказов о Господе не отлично от их повторения, а пометование от повторения и слушания. Аналогичным образом поклонение Божеству не отлично от повторения, слушания и пометования. Преданный должен заниматься всеми девятью видами служения. Однако, если даже он занимается только одним из них, но в полную силу, он все равно сможет достичь высшей ступени совершенства Парамахамсы и вернуться домой к Богу. Стих 126. Выполнив все повседневные обязанности, служитель лег спать. Во сне к нему пришел Гапинадха и сказал следующее. О, Пуджари, пожалуйста, встань и отопри двери храма. Я приберег один горшочек сладкого риса для Саньяси по имени Мадхавендра Пури. Горшок этот спрятан под полой моей одежды. Благодаря моей хитрости ты не заметил его. На безлюдной базарной площади сидит Саньяси, которого зовут Мадхавендра Пури. Возьми этот горшок сладкого риса и отнеси ему. Проснувшись, служитель вскочил с постели и решил омыться, прежде чем войти в комнату божества. Омывшись, он отпер дверь храма. Как и говорило божество, под полой его одежды служитель нашел горшочек сладкого риса. Он взял горшок, протер под ним пол и вышел из храма. Заперев храм, служитель отправился с горшком сладкого риса в деревню. В поисках Мадхавендры Пури он стал выкрикивать его имя и осматривать каждый прилавок. Стих 133. С горшочком в руках священник звал «Мадхавендра Пури, выйди и возьми горшок сладкого риса. Гапинадха похитил его специально для тебя». Комментарий Шрилы Прабхупады В этом стихе объясняется разница между абсолютной истиной и истиной относительной. Господь Гапинадха во всеуслышание признался в воровстве. Он украл горшочек сладкого риса и не стал держать это втайне, поскольку его кража стала источником духовного блаженства. В материальном мире за воровство судят, но в духовном мире воровство Господа приносит трансцендентное блаженство. Негодяи материалисты, не понимающие абсолютной природы личности Бога, иногда обвиняют Господа Шри Кришну в безнравственности, однако им невдомек, что его так называемое аморальное поведение, которое он и не пытается скрыть, доставляет преданным огромное удовольствие. Не понимая трансцендентных поступков верховной личности Бога, подобные негодяи пытаются опорочить его и таким образом сразу попадают в разряд нечестивцев, глупцов, низших из людей, демонов и тех, чье знание украдено иллюзорной энергией. В Бхагавадгите 7.15 Кришна говорит об этом так. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. Негодяи-материалисты не могут понять, что любые деяния Кришны абсолютны по природе и потому благотворны для всех. Это качество Господа объясняется в Шримад-Бхагаватам 10.33.29 Там сказано, что хотя некоторые поступки необычайно могущественной личности могут с мирской точки зрения выглядеть предусудительными, в действительности это не так. Солнце испаряет влагу, но не только с поверхности морей и океанов. Оно также поглощает влагу из сточных канав, полных мочи и прочих нечистот. Но при этом солнце не оскверняется. Напротив, оно очищает нечистое место. Аналогичным образом, если преданный обращается к верховной личности Бога из аморальных или корыстных побуждений, он все равно очищается и Господа это не оскверняет. Как говорится в Шримад-Бхагаватам 10, 29, 15, даже если обратиться к Господу человека заставило вожделение, гнев или страх, камам, кродгам, бхаям, он все равно очистится. Гопи были молодыми девушками и Кришна привлек их своей красотой. Поэтому на первый взгляд к Господу их привело вожделение. Господь танцевал с ними глубокой ночью и с мирской точки зрения это может показаться аморальным, так как незамужние девушки или молодые замужние женщины не должны уходить из дома, чтобы увидеться с юношей и танцевать с ним. Хотя с позиции мирской морали подобное поведение безнравственно, оно считается высшей формой поклонения, поскольку ради удовлетворения своей страсти гопи пошли глубокой ночью не к кому-нибудь, а к Господу Кришне. Непреданным подобные истины недоступны. Вот почему так важно постичь Кришну по таттве. Опираясь на здравый смысл, нетрудно понять, что если человек очищается просто произнося святое имя Кришны, разве может сам Кришна быть безнравственным? К сожалению, просвещение населения сейчас находится в руках у глупцов материалистов, которых назначают на высокие посты для пропаганды атеистических взглядов. В Шримат-бхагаватам 7.5.31 об этом говорится так «Андха ядхандхайр упани яманах» «Один слепец пытается вести за собой других». Подобные нечестивцы не способны понять взаимоотношения Кришны с Гопией и потому не должны касаться их. Более того, таким людям не следует обсуждать и то, как Кришна украл сладкий рис для своего преданного. Им не рекомендуется даже думать об этом. Хотя Кришна олицетворение высшей чистоты, обыватель, размышляющий об играх Кришны, которые кажутся ему аморальными, оскверняется. Вот почему Шричейтани Махапрабу никогда открыто не обсуждал отношения Кришны с Гопией. Беседы на эти темы он вел лишь с тремя самыми близкими друзьями. Он никогда на публике не рассказывал о раса лили, как это делают профессиональные чтецы, несмотря на то, что они не могут понять ни Кришну, ни степень подготовленности своих слушателей. Вместе с тем Шричейтани Махапрабу поощрял Киртан публичное пение святого имени и хотел, чтобы в нем участвовало как можно больше людей и чтобы оно продолжалось как можно дольше. Стих 134. Служитель продолжал «Саньяси по имени Мадхавендра Пури, пожалуйста, возьми этот сладкий рис и от души насладись просадом. Во всех трех мирах нет никого удачливее тебя». Комментарий Шрилы Прабхупады Перед нами пример того, как аморальный поступок Гапинадхи обернулся для Мадхавендры Пури благословением. Когда Гапинадха крадет что-то для своего преданного, этот преданный становится самым счастливым человеком на свете. Таким образом, даже преступление, совершенное Господом, приносит преданному величайшую удачу. Разве может негодяй-материалист понять игры Кришны и судить о том, нравственен он или безнравственен. Поскольку Кришна абсолютная истина, такие материальные понятия, как нравственность и безнравственность к нему неприложимы. Все, что он делает, благо. Таков истинный смысл высказывания «Бог всеблаг». Бог всеблаг независимо от обстоятельств, ибо он трансцендентен, то есть не подвластен законом материального мира. Вот почему понять Кришну способны лишь те, кто уже живет в духовном мире. Это подтверждается в Бхагавадгите 14.26. Мамчайови апхичарина бхакти йогена сэваты сагунан саматит яйтан брахма бхуя якалпаты «Тот тот, кто полностью отдает себя преданному служению и ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, сразу преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Занимающийся бескорыстным преданным служением Господу уже пребывает в духовном мире брахма бхуяя калпаты. Любые поступки такого человека и его отношения с Кришной при всех обстоятельствах трансцендентны и потому недоступны пониманию мирских моралистов. Вот почему подобную деятельность не стоит обсуждать с людьми мирского склада. Лучше научить их повторять махамантру Харе Кришна. Тогда они со временем очистятся и смогут понять смысл трансцендентных деяний Кришны. Стих 135 Услышав это Мадхавендра Пури вышел и представился. Тогда служитель вручил ему горшок сладкого риса и простерся перед ним. Комментарий Шрилы Прабхупады Брахманы никому не обязаны кланяться, поскольку они считаются представителями высшего сословия. Но когда Брахман видит преданного, то простирается перед ним в поклоне, делая дандават. Служитель не стал выяснять, брахман ли Мадхавендра Пури. Ему было достаточно того, что ради Мадхавендры Пури Кришна пошел даже на воровство. Этот факт выдавал в Мадхавендре Пури святого, чистого преданного Господа. Как говорил Шри Чейтане Махапрабу Киба Випра Кибан Яси Шудра Кен Ина Эй Кришна Тат Твавет Та Сей Гуру Хая Чейтане Чиритам Рита Мадхья Лила 8.128 Разумеется, будь служитель обычным Брахманом, Гапи Натха не разговаривал бы с ним во сне. Из того, что божество являлось во сне и Мадхавендре Пури и служителю Брахману явствует, что оба они, по сути, находились на одном уровне. Но поскольку Мадхавендра Пури был Саньяси Вайшнавом и Парамахамсой, служитель сразу же пал ниц перед ним, выражая свое почтение. Стих 136 Узнав во всех подробностях о том, как был украден горшок сладкого риса, Шри Мадхавендра Пури погрузился в экстаз любви к Кришне. Стих 137 При виде признаков экстатической любви, проявляемых Мадхавендрой Пури, служитель пришел в изумление. Он понял, почему Кришна чувствовал себя столь обязанным Мадхавендре Пури. Теперь ему стало ясно, что поступок Кришны был вполне оправдан. Комментарии Шрилы Прабхупады Преданный способен полностью подчинить себе Кришну. Это объясняется в Шримад Бхагаватам 10.14.3 Аджита Джитопи Аси Тай Стрилокиям Кришна непобедим, однако преданный может покорить его своим служением. Как сказано в Брахма Самхите 5.33 Ведешу Дурлабхам Адурлабхам Атмабхак Тау Кришну нельзя понять, просто изучая ведические писания. Хотя все ведические писания предназначены для постижения Кришны, понять Кришну может лишь тот, кто любит его. Вот почему наряду с изучением ведических писаний свадхьяи необходимо с преданностью поклоняться божеству Арчана Витхи. Вместе эти две формы преданного служения углубляют трансцендентное понимание его природы. Шраванади Шудха Читте Карай Удая Читания Чиритамрита Мадхия Лила 22.107 Любовь к Богу дремлет в сердце каждого и пробудить ее можно просто занимаясь предписанными видами преданного служения. Но недалекие материалисты читающие о Кришне но не служащие ему ошибочно считают поведение Кришны безнравственным или даже преступным. Стих 138 Поклонившись Мадхавендре Пури служитель вернулся в храм а Мадхавендра Пури стал в экстазе есть сладкий рис подаренный ему Кришной. После этого Мадхавендра Пури помыл горшок и разбил его на мелкие кусочки собрав все черепки он сложил их в краешек одежды завязал в узелок и заботливо хранил каждый день Мадхавендра Пури съедал по одному кусочку этого горшка делая это он сразу погружался в экстаз воистину история это удивительно разбив горшок и собрав осколки Мадхавендра Пури подумал господь послал мне горшок сладкого риса а завтра утром когда люди узнают об этом здесь соберется огромная толпа испугавшись этого Шри Мадхавендра Пури на том же месте поклонился Гупи Натхе и на исходе ночи покинул Римону проделав долгий путь Мадхавендра Пури наконец достиг Нилачалы Джаганатха Пури там при виде господа Джаганатхи его охватил экстаз любви охваченный любовью к Богу Мадхавендра Пури то вставал то падал на землю временами он смеялся танцевал и пел так созерцая божество Джаганатхи он наслаждался трансцендентным блаженством когда Мадхавендра Пури пришел в Джаганатха Пури местные жители уже знали о его трансцендентной славе поэтому Мадхавендру Пури окружили толпы и люди стали с огромной преданностью оказывать ему всевозможные почести слава приходит к человеку волей проведения даже если он не стремится к ней поистине трансцендентная слава чистого преданного гремит по всему миру стих 147 Мадхавендра Пури боялся славы пратиштхи и потому бежал из римуны однако слава которую приносит любовь к Богу так велика что следует за преданным повсюду комментарии Шрилы Прабхупады почти все обусловленные души в материальном мире завистливы и завидуют они чаще всего тем кому слава приходит как бы сама собой такова природа завистливых людей вот почему когда преданный приобретает популярность у него сразу же появляется много завистников это вполне естественно если кто-то скромен и не ищет славы окружающие видят его смирение и оказывают ему всяческие почести на самом деле вайшнав никогда не стремится к славе и почету Мадхавендра Пури лучший из вайшнавов пользовался большим уважением но при этом он старался избегать общества обыкновенных людей он хотел скрыть что является великим преданным господа но когда люди видели его охваченного экстазом любви к богу они не могли не проникнуться к нему уважением на самом деле как доверенный слуга господа Мадхавендра Пури был достоин самого большого почета пытаясь заслужить репутацию смиренного человека сахаджи иногда делают вид что свободны от стремления к славе пратиштхи однако им никогда не достичь уровня прославленных вайшнавов стих 148 поскольку все почитали его как великого преданного Мадхавендра Пури уже хотел уйти из Джиганадха Пури его остановило лишь то что он должен принести сандал для божества Гапалы Шри Мадхавендра Пури рассказал историю явления Шри Гапалы слугам господа Джиганадхи и всем уважаемым преданным в храме когда преданные в Джиганадхапури узнали что божество Гапалы попросило сандал они с огромной радостью собрали требуемое количество стих 151 преданные знакомые с правительственными чиновниками встретились с ними и попросили разрешение на вывоз из Джиганадхапури собранных камфоры и сандала комментарии Шрилы Прабхупады из этого стиха следует что это камфора и сандал малая Джачандана предназначались для поклонения божеству Джиганадхи камфору предлагали господу во время аратрики а сандаловой пастой умощали его тело и камфора и сандал находились под контролем правительства поэтому преданным пришлось встретиться с чиновниками и объяснить им ситуацию тогда они получили разрешение на вывоз сандала и камфоры за пределы Джиганадхапури стих 152 с Матхавендра и Пури послали брахмана и слугу чтобы они помогали нести сандал его также снабдили деньгами на дорожные расходы чтобы Матхавендру Пури не останавливали сборщики налогов ему вручили необходимые документы с разрешением чиновников правительства так Матхавендра Пури отправился с грузом сандала во Вриндаван через несколько дней он опять оказался в деревне Римуна где стоит храм Гапинатхи войдя в храм Гапинатхи Матхавендра Пури простерся у его лотосных стоп снова и снова он подал ниц перед Гапинатхой в экстазе любви он стал танцевать и петь и танцу его не было конца когда служитель Гапинатхи снова увидел Матхавендру Пури он воздал ему должные почести и угостил просадом сладким рисом Матхавендра Пури остался ночевать в храме а под утро ему приснился такой сон во сне ему снова явился Гапала и сказал о Матхавендра Пури я уже получил достаточно камфоры и сандала теперь приготовь из сандала и камфоры пасту и каждый день умощай ей Гапинатху пока она не кончится стих 160 Между мной и Гапинатхой нет разницы мы суть одно поэтому нанося сандаловую пасту на Гапинатху ты естественным образом будешь умощать и меня тогда мой жар пройдет Комментарий Шрилы Прабхупады Гапала находился далеко от Римуны во Вриндаване В те дни чтобы попасть из Римуны во Вриндаван нужно было пересечь несколько провинций которые находились под властью мусульман и те иногда чинили путешественникам препятствия понимая с какими трудностями может столкнуться Матховендра Пури Господь Гапала величайший покровитель своих преданных попросил его умостить сандаловой пастой Гапинатху который не отличен от Гапалы так Господь избавил Матховендру Пури от ненужных беспокойств стих 161 отбрось все сомнения и действуй как я велю поверь мне и сделай все необходимое дав это наставление Гапала исчез Матховендра Пури проснулся и сразу же созвал всех слуг Гапинатхи Матховендра Пури сказал из камфоры и сандала которые я принес для Гапалы во Вриндаване изготовьте пасту и каждый день умощайте ею Гапинатху когда вы будете наносить на Гапинатху сандаловую пасту Гапала также почувствует прохладу в конце концов Верховный Господь полностью независим и воля его нерушима узнав что вся сандаловая паста будет использована чтобы летом натирать Гапинатху его слуги очень обрадовались Матхавендра Пури продолжил двое моих спутников будут каждый день тереть сандал а вы найдете им в помощь еще двух человек я оплачу их работу так Гапинатхи стали каждый день готовить сандаловую пасту и его слуги были этим очень довольны сандаловую пасту наносили на Гапинатху до тех пор пока запасы сандала не иссякли все это время Матхавендра Пури находился в Римуне стих 159 в конце лета он вернулся в Джаганатха Пури где в великом блаженстве провел всю Чатурмасию комментарий Шрилы Прабхупады Чатурмасия начинается в Шаяна Экадаши который приходится на светлую половину месяца Ашатха июнь июль а заканчивается Вудхана Экадаши приходящейся на светлую половину месяца Картика октябрь ноябрь эти четыре месяца называются Чатурмасия некоторые вайшнавы соблюдают Чатурмасию с полнолуния месяца Ашатха до полнолуния месяца Картика это также составляет четыре месяца Данный период рассчитанный по лунному календарю носит название Чатурмасии но Чатурмасию можно также соблюдать по солнечному календарю с месяца Шравана по месяц Картика эти четыре месяца лунные или солнечные приходится на сезон дождей Чатурмасию должны соблюдать все слои населения не имеет значения является человек Грихастхой или Саньяси соблюдение Чатурмасии обязательно для всех Ашрамов истинная цель соблюдаемых в этот период обетов заключается в том чтобы свести к минимуму все чувственные наслаждения это не так трудно в месяц Шравана следует воздерживаться от шпината в месяц Бхадра от йогурта а в месяц Ашвина от молока в месяц Картика нельзя есть рыбу и другие невегетарианские продукты невегетарианская пища это рыба и мясо к ней также относят Масура дал и Урат дал эти виды дала содержат много белка а пища богатая белком считается невегетарианской другими словами во время четырех месяцев четурмассии следует избегать любой пищи предназначенной для наслаждения стих сто семидесятый так Шри Чейтани Махапрабу превозносил подобные нектару добродетели Мадхавендры Пури рассказывая о них преданным он сам испытывал неописуемое блаженство господь Шри Чейтани Махапрабу спросил Нитьянанду Прабу есть ли на свете кто-либо удачливее Мадхавендры Пури Шри Чейтани Махапрабу сказал Мадхавендре Пури очень повезло ибо Кришна лично пришел к нему якобы за тем чтобы принести молоко Трижды похититель сладкого риса умастив Гапинатху сандаловой пастой Мадхавендра Пури ощутил прилив любви к Богу идти с грузом сандала и камфора через провинции которыми правили мусульмане было очень опасно Мадхавендра Пури мог попасть в беду и Гапала это знал Господь очень добр и привязан к своим преданным поэтому когда Гапинатху умастили сандаловой пастой старания Мадхавендры Пури увенчались успехом стих 178 Чайтания Махапарабу попросил Нитьянанду Прабу подтвердить истинность его слов о Мадхавендре Пури любовь к Богу которую испытывал Мадхавендра Пури необычайна сказал Господь Чайтания слушая о ней невольно приходишь в изумление Комментарии Шарилы Прабхопады Когда человек начинает переживать духовную разлуку с Кришной Кришна Вераху это означает что он достиг высшей цели жизни просто утратив интерес ко всему материальному мы лишь познаем обратную сторону материальной привязанности однако чувствовать разлуку с Кришной и служить Господу исполняя его миссию это наивысшее проявление любви к Кришне Шри Чайтане Махапрабу хотел подчеркнуть величие беззаветной любви к Кришне которую испытывал Мадхавендра Пури с тех пор все преданные Чайтане Махапрабу следуют примеру Мадхавендры Пури самоотверженно служа Господу стих 179 Чайтане Махапрабу продолжал Шрим Адхавендра Пури старался избегать людей он был полностью свободен от привязанностей и неизменно молчалив безучастный ко всему материальному он всегда путешествовал один чтобы не вести разговоров на мирские темы получив трансцендентное указание Гапалы этот великий святой прошел тысячи километров чтобы попросить для него сандал даже голодный Мадхавендра Пури не собирал милостыню настолько отрешенным был этот монах несший Шри Гапале тяжелую ношу с сандалом пренебрегая личными удобствами Мадхавендра Пури нес один маунт около сорока килограммов сандала и двадцать тол четверть килограмма камфоры чтобы пастой из них умастить Гапалу и ему было вполне достаточно блаженства которое он от этого испытывал вывоз сандала за пределы Арисы был ограничен и сборщик податей хотела было конфисковать его но Мадхавендра Пури предъявил сборщику пошлин документы с разрешением правительства и так избежал неприятностей Мадхавендра Пури не испытывал ни малейшего беспокойства во время долгого путешествия во Вриндаван хотя путь пролегал через провинции находившиеся под властью мусульман и кишевшие их соглядатаями у Мадхавендры Пури не было ни гроша чтобы платить сборщикам податей тем не менее он не боялся их единственным источником его радости было то что он несет сандал Гапале во Вриндаван стих 189 таковы естественные следствия глубочайшей любви к Богу преданный перестает обращать внимание на свои неудобства и трудности и при любых обстоятельствах стремится служить верховному Господу для тех кто развил сильную любовь к Кришне вполне естественно не обращать внимания на неудобства и трудности такие преданные думают лишь о том как выполнить указания верховного Господа или его представителя духовного учителя при любых обстоятельствах даже перед лицом величайшей опасности они с великой решимостью идут по избранному пути не отклоняясь от него ни на шаг это неопровержимое доказательство глубокой любви к Господу как сказано в Шримад Бхагаватам 10 14 8 тот кто действительно хочет освободиться от таков материального рабства и развил в себе всепоглощающую любовь к Кришне достоин вернуться домой к Богу преданного который самозабвенно любит Кришну не могут остановить материальные неудобства лишения трудности или горя говорится что идеальный вайшнав не воспринимает все горести и страдания как несчастье напротив они служат для него источником трансцендентного блаженства в шикшаштоке стих 8 шри чайтанья махапрабо говорит ашлишь я вападаратам пинаштумам тот кто сильно любит Кришну никогда не оставляет своего служения с какими бы трудностями и препятствиями он не столкнулся стих 187 шри гапала хотел показать как сильно мадхавендра пури любит Кришну поэтому он попросил его отправиться в нилачалу и принести оттуда сандал и камфору мадхавендра пури доставил сандал в римуну преодолев огромные трудности но несмотря на это он был очень доволен гапала верховная личность бога велел принести из нилачалы сандал чтобы испытать мадхавендру пури и когда мадхавендра пури сделал это господь пролил на него особую милость взаимоотношения преданного и объекта его любви Кришны проявляемые в любовном служении абсолютно духовные обычный человек не способен разобраться в них ибо это выше его понимания сказав так господь Чайтания Махапрабу произнес известный стих принадлежащий мадхавендре пури этот стих подобен луне рассеивающей мрак и озаряющей своим сиянием землю как трение делает малайский сандал еще ароматнее так и размышления над смыслом этого стиха позволяют лучше понять его как камень каустуб хаммани считается лучшим из драгоценных камней так и этот стих является лучшим из стихов описывающих расы преданного служения в действительности стих этот произнесла сама шри матер адхарани и лишь по ее милости он слетел с уст матхавендры пури кроме них и шри чейтани махапрабу который мог в полной мере наслаждаться глубиной данного стиха понять его не дано никому это означает что до конца постичь смысл этого стиха могут только трое шри матер адхарани матхавендра пури и чейтани махапрабу в конце жизни матхавендра пури снова и снова повторял этот стих так он достиг высшей цели бытия стих 197 о всемилостивый господь о правитель матхуры когда же я снова увижусь с тобой поскольку я не вижу тебя сердце мое лишилось покоя о возлюбленный что мне теперь делать комментарии шрилы прабхупады чистые преданные строго придерживающиеся философии веданты делятся на четыре сампродаи из этих четырех сампродаи матхавендра пури выбрал шри матхавачарья сампродаю таким образом он принял саньясу в соответствии с принципами парампоры ученической преемственности начиная с матхавачарьи и заканчивая лакшми пати духовным учителем матхавендры пури никто из ачарьев этой сампродаи не знал о преданном служении кришне в расе супружеской любви шри матхавендра пури был первым кто привнес в матхавачарья сампродаю представление о супружеских любовных взаимоотношениях с кришной во время путешествия по южной индии шри чейтани махапрабо указал на это татва вади которые тоже считали себя последователями матхавачарьи когда шри кришна покинул в риндаван и стал править матхурой шри матер отхарани охваченная экстазом разлуки показала что это значит любить кришну в разлуке с ним преданное служение в разлуке главная идея данного стиха в гаудия матхва сампродае поклонение господу в разлуке с ним считается наивысшей формой преданного служения в таком настроении преданный считает себя очень несчастным и думает что господь отвернулся от него поэтому он называет господа дина даярдранадха как к нему обращается здесь матхавендра пури подобные экстатические переживания представляют собой высшую форму преданного служения отъезд кришны в матхуру глубоко ранил шримати радхарани свои чувства она выразила так мой дорогой господь от разлуки с тобой мой ум пришел в смятение скажи что мне теперь делать я очень несчастна а ты очень милостив пожалуйста сжалься надо мной и скажи когда я снова увижу тебя шри чейтанья махапрабу постоянно проявлял те же экстатические эмоции что и шримати радхарани когда она увидела во вриндаване удхаву в этом стихе выражены сходные чувства которые испытывал матхавендра пури поэтому вайшнавы гаудия матхава сампрода и говорят что экстатические чувства которые испытывал шри чейтанья махапрабу во время своего пребывания на земле пришли к нему от шри матхавендры пури через ишвару пури все члены гаудия матхава сампрода идут по их стопам и служат кришне в том же настроении стих сто девяносто восьмой произнеся этот стих шри чейтанья махапрабу сразу же упал на землю потеряв сознание от переполнявшей его экстатической любви он больше не владел собой когда в экстазе любви господь шри чейтанья махапрабу упал на землю господь нитьянанда быстро подхватил его и положил к себе на колени тогда чейтанья махапрабу очнулся и зарыдав поднялся господь начал метаться от экстаза и громко кричать он то смеялся то плакал то пел и танцевал не в состоянии произнести весь стих чейтанья махапрабу лишь повторял айдина айдина он не мог говорить и из его глаз потоками лились слезы стих двести второй дрожь испарина и слезы восторга оцепенение и бледность разочарование печаль и беспамятство гордость ликование и смирение нахлынув одновременно проявились в теле шри чейтани махапрабу комментарии шрилы прапхупады в бактира самрита синдху объясняется что джадия это потеря памяти вызванная тяжелым потрясением от разлуки с возлюбленным в таком состоянии человек становится безразличным к потерям и приобретениям к тому что он видит и слышит и тому подобное такова начальная стадия иллюзии стих двести третий этот стих открыл шлюзы божественной экстатической любви и все слуги гапинадхи увидели как охваченный экстазом танцует чейтани махапрабу когда вокруг шри чейтани махапрабу собралась большая толпа он пришел в себя тем временем подношение божеству пищи закончилось и раздались звуки предвещающие начало церемонии арати когда божество уложили спать служитель вышел из храма и отдал все двенадцать горшочков сладкого риса господу чейтани махапрабу когда служитель поставил перед шри чейтани махапрабу все двенадцать горшков сладкого риса отведанного гапинадхой господь чейтани остался очень доволен он взял пять горшочков чтобы угостить преданных семь же горшочков сладкого риса Господь вернул служителю, а оставшиеся пять разделил со своими спутниками, угостив каждого просадом. Будучи неотличным от божества Гапинадхи, Шри Чайтани Махапрабо уже съел весь этот сладкий рис. Однако, проявляя свою бхакти, он еще раз отведал его уже как преданный. Шри Чайтани Махапрабо провел ночь в храме, участвуя в совместном пении святого имени, а утром после церемонии Мангала Арати продолжил свой путь. Так Господь Шри Чайтани Махапрабо насладился нектаром повествований о необычайных качествах Гапаладжи, Гапинадхи и Шри Мадхавендры Пури. В этой главе я описал запредельную славу высшей ступени экстатической любви к Богу, а также величие привязанности, которую Господь Чайтания питает к своим преданным. Любой, кто с верой и преданностью слушает это повествование, достигнет лотосных стоп Шри Кришны и обретет сокровища любви к Богу. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтания Чаретамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к четвертой главе Мадхьялилы Чайтания Чаретамриты, описывающей преданное служение Мадхавендры Пури. Субтитры создавал DimaTorzok